Депутаты окружного собрания 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 Институт имени Герцена и Северный Арктический Федеральный Университет имени Ломоносова. Имеет 25-летний педагогический опыт, опыт руководителя образовательного учреждения и руководителя государственного органа управления образованием. Награждена нагрудным знаком почетной работе к общественному образованию Российской Федерации. С 2014 года являлась помощником члена Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Депутаты Государственной Думы рассмотрели законопроект об образовании постоянного судебного присутствия арбитражного суда Архангельской области в Ненецком округе. В Госдуме законопроект представил депутата Кружного парламента Сергей Коткин. Садокладчиком выступил член Комитета по конституционному законодательству и государственному строительству Владимир Поневежский. Депутаты проголосовали за проект единогласно. В течение 30 дней законопроект будет проходить процедуру принятия поправок и далее будет вынесен на рассмотрение к принятию во втором чтении, прокомментировал Сергей Коткин. Основная цель проекта Федерального закона – сокращение судебных издержек предпринимателей региона и создание более доступных механизмов защиты и прав и законных интересов. Ну а главной темой сегодняшней программы станет развитие образования в Ненецком округе. Я приветствую гостя в студии. Сегодня это законодатель, заместитель и председатель собрания депутатов Ненецкого округа Татьяна Бадьян. Здравствуйте, Татьяна Николаевна. Здравствуйте, Мария. Очень рада вас приветствовать в нашей студии. И хочу сказать, что обозначенная тема актуальна всегда, особенно в сентябре месяце, когда начался новый учебный год. Пускай уже сентябрь, но тем не менее, наверняка еще активно обсуждается прошедшая педагогическая конференция, которая стала уже традиционной. И хочется начать с такой темы, как базовый закон об образовании в Ненецком округе, который был принят в прошлом году. Вот что уже удалось сделать в рамках этого закона? Как он себя показал? Вы отметили действительно такую тонкость, что в сентябре, может быть, особое внимание уделяется образованию. Кстати, в принципе, любому месяцу календаря действительно впереди такой хороший праздник, как день учителя, день дошкольного работника. Да и на сегодняшний день весь вектор государственной политики направлен на то, что как можно больше популяризировать закон о образовании, о нашей общей ответственности по воспитанию. И все это входит как раз в формирование единой государственной политики на территории Ненецкого автономного округа, как и России в целом. В Конституции Российской Федерации прописано, что образование должно быть доступным, образование должно быть качественным. Образование на сегодняшний день должно обеспечивать дальнейшую конкурентную способность человеку. Поэтому все уровни законного образования и виды образования, это и дошкольное, школьное, послешкольное, мы говорим о доп. образовании, должны нести свою основную функцию воспитывать человека и, конечно, давать качественный образовательный уровень. У нас закон 12 ОЗ, наш местный закон по образованию, отражает все основные полсы, все основные директивы головного закона об образовании Российской Федерации. Но есть и свои, естественно, особенности. Ну, я вот так вот отметила. Например, мы знаем, что в законе образования сказано о развитии духовного и нравственного воспитания человека, потому что еще Лев Николаевич Толстой сказал, что и воспитание, и образование неразделимое. Нельзя воспитывать, не передавая знания, но и всякое знание должно действовать воспитательно. Трудно с этим спорить. Поэтому у нас очень хорошая надбавка за выполнение функций классного руководителя и воспитателя общеобразовательных организаций дошкольного вида. И тем самым, может быть, органы исполнительной власти и законодательные, выполняя вот эту бюджетную нагрузку, что в нынешних, в общем-то, сложных экономических условиях трудно. И тем не менее, вот показываем мы, может быть, первоочередную задачу именно образовательных учреждений. Я хотела бы отметить, что закон образования не является вот такой догмой. Он постоянно меняется. И вот буквально на днях прошла первая постоянная комиссия собраний депутатов по социальной политике, где департамент образования, культуры и спорта внес дополнение в наш местный закон. В частности, например, того, что, понимая, что дать качественное образование должен, конечно же, прежде всего педагог, учитель, и создавать ему условия для работы, очень важно по многочисленным просьбам и, видимо, по аналитике. То положение, в котором сказано, что три года преподаватель может иметь право за такую помощь из бюджета, как найм жилья в размере 15 тысяч, и 20, если семья, там до трех человек. Сейчас расширен этот диапазон временной, то есть до пяти лет. Чем мотивируется? Несмотря на то, что у нас выполнена дорожная карта указа президента и средняя заработная плата школьных образовательных, средней профессиональных, заведение доп. образования выполнено, до школьных подтягивается по среднеэкономическому регионе. К сожалению, жилищный вопрос остается по-прежнему острый. Поэтому лично я считаю, что департамент работает очень плотно, и все депутаты проголосовали единогласно за такое изменение. Мы сегодня говорим о том, что очень важно в регионе проводить качественную и итоговую аттестацию. В российском законе сказано, что для проведения единого государственного экзамена необходимо обеспечить финансовую его сторону, прежде всего, для педагогических работников. На комиссию было вынесено предложение, что расширить это положение под Янея. Мы не пришли к единоугнению, потому что не увидели четкого перечня профессий, которые привлекаются для проведения единого государственного экзамена. Ну, конечно же, все мы теперь... Все мы понимаем, что на будущий год единый государственный экзамен вообще должен проводиться максимально в режиме онлайн. Значит, нужны системы администратора, нужны технические службы и так далее. Будем обсуждать, что можно сделать. Или это администрация самостоятельно перешает, или это в закон. А вот то, что у нас в законе до сих пор все-таки не отражена особенности сельской школы, в которой мало учеников, она не малокомплектная, она просто малой наполняемости. Вот, к сожалению, мы не учли ситуацию, скажем, вот с поселком Бугрино. Вот эти особенности региона нужно отразить в местном законе. И здесь у нас департамент образования, с его правовым отделом, конечно, будем очень плотно работать максимально, создать условия для выполнения конституционного права по образованию на территории неископтанного округа. Кстати говоря, на моей памяти этот закон об образовании самый, наверное, был обсуждаемый. Он очень, да, многострадальный. Да, 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 очень долго он принимался. На сегодняшний момент поступают обращения от тех же педагогов, руководителей школ, что нужно что-то еще в нем поменять. Знаете, Мария, у нас эти педагоги очень консервативные. Они у нас все замечательные, труженькие такие, вот, из очень высокоисполнительской такая дисциплина. И как бы вносить вот какие-то предложения по закону в силу их загруженности, в силу их вот такой вот постоянной ответственности, может быть, не всегда остается условие. Я бы здесь обратила внимание на то, что в нашем законе, прописанное в части 4, это то, что в любом образовательной организации должны создаваться условия для развития коллегиальных органов управления. Вот здесь нам тоже есть над чем работать, потому что президент нашей страны говорит о развитии управляющих советов. Что такое управляющий совет? Это помимо того, что создается единство родителя, значит, педагога, затем говорится об общественности, естественно, ученическое сообщество, но и обязательно представители из органов управления. Тогда будет ближе обратная связь, тогда, может быть, побыстрее будут решаться беспроволочек моменты, которые нужно решать срочно. Ну, например, я бы так сказала, вот актированные дни. У нас школа учится в две смены. И если с утра у нас холодно, и мы попадаем под этот диапазон, то в обед уже видим, температура соответствует гигиеническим нормам. И, наверное, занятия могли бы идти. Точно так же с утра мы знаем, что все хорошо, вдруг там ветер задул, метель организовалась. Вот надо ли это менять? Нужна ли, наконец, единая форма для наших школьников на территории Нинско-автономного округа? Что нужно сделать для оздоровления педагогического сообщества на нашей территории? В конце концов, будет или нет у нас аутсорсинг в системе питания? И так далее, и так далее. Темы, которые требуют совместного решения. Потому что чем больше у нас будет партнеров, я вот сказала, у нас, видимо, все-таки... Да, бывших педагогов почти не бывает. Совершенно верно. Чем больше у нас будет партнеров в разных профессиях, партнеров по духу, партнеров по задачам. И самое главное, эта ведь статистика показывает, что практически все родители согласны работать на школу, на детский сад, на доп. образование. Но и вместе с тем отмечают, что, собственно говоря, половина из них не знает, а что нужно делать. И поэтому получается, что кто-то их должен направлять. И вот здесь вот я считаю, что и со стороны органов исполнительной власти проактивный общественный совет, который не замыкался бы только вот в департаменте, скажем, а были какие-то вот такие дискуссии общественные. Плюс, конечно, грамотная политика административного персонала образовательных организаций. То есть они на сегодняшний день должны понять, что ну, такие активные родители это не враги. Это единомышленники, это те самые люди, которые даже на неудобные вопросы, скажем, руководителям могут задать, и тем самым спасая, собственно говоря, вот ситуацию или преддверие того, что в силу подчиненности не каждый руководитель может совершенно свободно задавать неудобные вопросы. У нас ведь вся федеральная политика на это нацелена, но в округе у нас все-таки нет как таковой обратной связи еще между департаментами. Я бы даже сказала, вы какой-то институт такой, который еще не сформировался. Да, да, да. Я с вами согласна. Это ведь показали, собственно говоря, до 15-го числа, по-моему, 11 законов были для общественного обсуждения, в том числе и закон по образованию. Только на два пришли вот вопросы. Мнение. Да, мнение только на два. Я полагаю, я полагаю, что может быть там часть законов, закон, который предполагает увеличить оклады работников бюджетной сферы, это здравоохранение, культура и образование, чтобы было соотношение в фонде 40 и 60, может быть, вот эта тема вызовет больше. Кстати, к нам тоже вопрос поступает, будет ли повышение заработной платы педагогов? Да, да. Ну, вот я хотела бы сказать, что здесь тоже момент, будет ли повышение заработной платы педагогов, а ведь этот закон по образованию, который предполагает и развитие творческой активности, и развитие инновационной деятельности, и развитие детского самоуправления, и тем самым, так же, как и педагогического сообщества, например, так называемая Ассоциация молодых педагогов, которых у нас действует номинально, но до сих пор не зарегистрирована, и не может она участвовать в грантовой политике. А я полагаю, что, скажем, туристические маршруты России для молодых учителей-географов разве не интересны? Очень интересны. Конечно. То есть вот мы сами уже, собственно говоря, и ответили, что значит повышать заработную плату. На сегодняшний день майский указ Путина по образованию, он чётко говорит, мы должны создавать вот уровень средней заработной платы по экономике. Мы это держим. Но каким образом? Да, действительно, не должно быть за счёт перенагрузки. Не должно, потому что, скажем, в тех же детских садах, там, где 36-часовая рабочая неделя, у женщин, они ж не могут, вот так называемые, работа, вернее, по астрономическому часу, они ж не могут увеличить за счёт, на свою нагрузку за счёт академического часа, который 40 минут или 45, как в системе образования, да? И мы говорим, что... А вот поднять доходность за счёт эффективного контракта, в котором должны быть созданы, ещё раз повторяю, и грантовая политика, и возможность высказаться себя на различных конкурсах, соревнованиях и так далее, это наша общая задача, потому что я абсолютно в этом убеждена, и думаю, скажу это вот сейчас так вот публично, креативный учитель, он должен получать всегда больше, чем тот, который выбирает для себя стабильную работу, но имея при этом своё какое-то хобби, может быть, какой-то интерес не связанный, скажем, со школой, и это тоже уважительно, это тоже уважительно, но человек, который, ещё раз говорю, есть возможности, есть интерес, мы ему должны создать условия, чтобы он сам свою доходность повышал, я вот так, вот к этой теме я так отношусь. Я с вами согласна, тем более есть президентский указ, который говорит о том, что с 1 января 2015 года у нас меняется система оплаты труда, и на мой взгляд, это очень хороший мотив для тех, кто действительно много работает, творческий подход к исполнению своих обязанностей, должен получать. Конечно, вот здесь я повторюсь, что, скажем, там, где малая наполняемость школ, скажем, в классах, вот села, в связи вот с изменяющимися экономическими условиями, они не дотягивают норму, 25 классов, ой, 25 человек, например, в классах старшей ступени, и профиль-то там трудно создать, потому что не соберутся дети из села по одному направлению, да, но всё-таки можем мы там давать образование среднее или нет, и здесь вот должен быть механизм, который поддерживает систему образования в округе должен быть очень тонко разработан, надо брать какой-то вот просчёт, может быть, не каждый год вот открывать эти классы, но тем не менее, я бы сказала, вот популяризация вот действий власти, она должна идти открытой и на родительских собраниях, она должна открытой идти на общественных площадках, в том числе и в вашем эфире. Да-да-да, в нашем эфире абсолютно согласна. Да-да-да. Татьяна Николаевна, предлагаю от педагогов перейти к детям, лозунг есть такое, да, дети будущие нации, он подразумевает, что дети должны быть наши здоровые абсолютно, но тем не менее, и наш округ, город, он не исключение, у нас есть вторые смены, не везде есть медицинские кабинеты, как вот будут решаться или решаются в настоящий момент эти вопросы? Маша, вы правильно заметили, что мы как-то так привыкли считать, что в образовательных организациях, скажем, в школе ключевая фигура это учитель, на самом деле, конечно, ученик, конечно, ученик, конечно, ребенок, и так как у нас округ является лидером по выполнению демографической политики в целом стране, ну, по северо-западу на первом месте, взрослые должны с этим смириться, да, и, конечно же, найти экономические выходы из этой ситуации, что, на мой взгляд, вот, немного нас тормозит. Может быть, тогда, как мы смотрим по всей стране, выстраиваются, например, школы, типовые, то есть, они без, скажем, обсерваторий, без бассейна, да, но просто типовые, удобные помещения с набором спортивного зала, там, концертного, библиотеки для выполнения кружковой работы. у нас же, вот, мы очень долго про экосметную документацию обсуждаем, обсуждаем, значит, нефть там падает, повышается, все меняется, и мы вот имеем к тому, что до сих пор у нас на таком, я считаю, современного типа районе, как район авиаторов, не рассматриваем, пока они даже не приступили к строительству ни детского сада, ни школы, а это должно было идти параллельно, вот строятся дома, такие это должно идти параллельно, вот тогда мы говорим, что мы думаем о ребенке, да, я, может быть, хотела сказать, что замечательный, конечно, детский сад на лесозаводе, но вот мы так смиренно ждем, а ведь он больше года не обводится, да, красивый, конечно, теремок, но я думаю, что были бы счастливы и мамы, которые уже бы построив там типовой нормальный теплый детский сад, он бы уже работал, функционировал, и вот той темы ожидания бы у нас не было. Очень долго мы составляем программы, обсуждаем их, а за это время меняется численность детей. У нас вот, к сожалению, опять проблема в поселке Красном, я так думала, что 1 сентября детям сделают подарок, что-то там опять вот взрослые не так сделали, да и школа больше на детей, чем это положено, значит, нужно чем-то наполнять содержанием эту школу, думать нужно очень хорошо, поэтому я еще раз вот считаю, что здесь огромное значение имеет услышать людей, их мнение, вот это коллегиальное обсуждение. мы пока к этому еще раз говорю не готовы и даже дело не в том, что, например, муниципальная власть или окружная власть их не проводит, проводят, но готовы ли мы, скажем, в 7 вечера в субботу прийти и собственно пообсуждать, какая будет дворовая площадка, вот, например, в вашем микрорайоне, готовы ли мы точно так же, вот еще раз я говорю, там выйти на сайт или позвонить. Как правило, это люди старшего поколения и, как правило, эти люди очень конкретные вопросы задают. Вот будет ли расчищен снег, почему между, значит, асфальтированной дорогой до дорогой дома опять какой-то песочный барьер, сколько-то там, 5 метров не хватило, будет ли, почему не увозится мусор, они молодцы, потому что люди вот старшего поколения, на мой взгляд, они находятся все время в системе общественного контроля. А вот те мамочки, которые катают детей, которым вот нужно заниматься этим общественным контролем, как раз, потому что вот все зависит, они сами участники вот той жизни, в которой мы живем, они немного не научены, потому что это дети 90-х, когда, чушь тут говорит, было, собственно говоря, ну, просто определенная растерянность, когда стали, ну, только-только, вот у нас Россия-то ведь очень молодая, 20 лет практически, да, вот, и получается, что никто не верил в том, что на это не обращали внимание. Вот сейчас мы об этом спохватились и говорим, и это абсолютно правильно, потому что именно, мне кажется, вот такое, потому что единство, поддержка друг друга, это характеристика нас, россиян, вот, скажем, тема Крым, тема 9 мая, как нас объединяет, поэтому я полагаю, что праздник 1 сентября, день учителя, это тоже день дошкольного работника, это тоже те праздники, которые еще раз должны убедить нас, родителей, скажем так, что воспитание, собственно говоря, все равно закладывается в семье, и нам повезет, если и учитель, и воспитатель созвучны нашим ожиданиям от детского сада, от школы, там, от школы искусств, это большая удача в жизни, но и это нужно, если этого не случится, к этому нужно стремиться и, конечно, этого нужно уважать друг друга, поэтому ведется обсуждение, я еще раз так призываю, общественно значимые законы, в них нужно участвовать, не отмалчиваться, потому что после принятого решения, если оно кому-то не понравится, вот, некрасивая критика, это уже поздно, в тот вагон общественной жизни нужно входить смело, а не бросать камни уже уходящего поезда, правильно? Да, 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 ну вот мы с вами так вот очень конкретно сейчас поговорили о роли ребенка, о роли учителя, вообще родителя в жизни, давайте все-таки ответим на вопрос про вторую смену и про медицинский кабинет. Да, у нас достаточно высокий процент, 15% от всех детей выучается во вторую смену, значит, мы должны честно признаться, что для условий для соблюдения здоровья детей, к сожалению, не созданы. И наивно думать, что это только город Наринмар, я имею в виду школу номер 3, школу номер 1, четвертая школа, мы знаем, что учатся во вторую смену и сельская, и красновская школа, и еще, ведь в новом законном образовании сказано о федеральном государстве на стандарте, что такое федеральный государственный стандарт по математике, это значит и водитель автобуса, и учитель английского языка, и работник администрации на стандарте, они все знают базовую математику, если ты хочешь больше, значит, ты сдаешь ЕГЭ еще по профилю, и дальше ты углубляешься по своей профессии, да, там, где нужна математика, скажем, экономистом ты идешь. А у нас, к сожалению, вот по федеральному государственному стандарту с утра дети должны учиться, а вторая половина дня они должны бесплатно, там в зависимости, ну, по-моему, 10 часов в неделю, им государство обязано предоставлять условия для развития их интересов. Но если ребенок учится во вторую смену, какие там дополнительные смены? Конечно, поэтому у нас получается, что закон образования не выполняется, поэтому 1 января 2018 года президентам страны дано указание ликвидировать вторые смены на территории России, про третьи вообще в уме держим, вот, задача сложнейшая, у нас в Волклуге также разработана дорожная карта, видимо, она тоже будет обсуждаться, но в чем бы я заметила, вот уже у нас департамент образования понимает, он сделает, но это все завязано на строительстве, это другой департамент, а так ли они любят детей? Не знаю, вот может быть вот такое взаимодействие или внесение в программу развития, как и строительные компоненты, потому что это сегодня в другой программе, вот над этим законодателем нужно работать. По медицинским кабинетам та же самая история, как в целом нехватка кадров в системе медицины, а сегодня детские сады и школы, они только, как и доп. образование, обеспечивают материальную базу, там кушеточки, столички, ну, холодильники, все вот это, а работники медицины полностью завязаны, скажем, на нашей Ненецкой окружной больнице, в частности, на детской консультации, да, ну, а там, если беда, она, конечно же, отразится и здесь, но и тем более, конечно, режим работы в две смены, он никак не отработан, поэтому по-прежнему ребята, которые во второй смене, там уже все учителя, ну, вызовы скорой помощи, если это надо, поэтому комплексный такой вот подход к выполнению федеральной политики, ведь... Самое главное, что все держится на контроле. Безусловно, безусловно, ведь ГТО не для красоты сдать, решить, правильно, поэтому наши эти дети, которые сейчас во второй смене, которые без грамоты медицинской помощи на местах, они смогут ли потом сдать, нам в комплексе нужно вот это менять, правильно вы сказали, что эти темы все держим на контроле, потому что выхода у нас нет. Мы должны сделать все как надо, все по закону. Елена Николаевна, на этой оптимистичной ноте я предлагаю закончить нашу программу. Время пролетело очень быстро, приходите еще, я вас приглашаю сюда с огромным удовольствием. Спасибо. Это была программа «Законодатели». Увидимся, всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова